Всем привет и добро пожаловать в ваш видеоотчет ГлазНод за неделю 40-2023-го. Сегодня мы посмотрим с вами на вещи немного по-другому. Мы разобьем нашу сессию на две части. В первой части мы начнем с оценки биткоина, как мы обычно и делаем. И то, на что мы реально обратим внимание, это на состояние спячки монет и то, что делают долгосрочные держатели. Ведь на самом деле сейчас особенно ничего не происходит в ончейн. Поэтому мы в большей степени посмотрим на домен непотраченных монет. Изучив более внимательно, что делают долгосрочные держатели ходлеры, так как из-за текущей неактивности они превратились в когорту, из-за которой большинство вещей и происходит. Затем мы с вами переключим передачу и немного изучим концепт альт-сезонов. Теперь, причина, по которой мы это будем делать, в том, что оборот капитала является особенностью всех рынков. Мы часто это видим, говоря о фондовых рынках, понимая его широту. В настоящий момент мы видим, как великолепная семерка, по сути, вмещает в себя весь капитал. Не наблюдаем их движения на эти нижние уровни. И во многом мы видим отыгрывание абсолютно этого же феномена и в цифровых активах, где, по сути, биткоин является великолепным первым. Все остальные также впитывают в себя капитал, как только мы видим возвращение уверенности в рынок. Поэтому изучим, как капитал вращается внутри системы, используя для этого различные показатели. И, как я говорил вначале, мы посмотрим на профиль ликвидности, подробнее останавливаясь на биткоине, потому что буквально в этот момент времени он является великолепным первым, где, по сути, вся основная активность и сосредоточена. Хотя и сам биткоин довольно спокоен, а остальная часть сети еще более. А затем мы с вами сосредоточимся и на рынке альтов. Посмотрим на извинения ликвидности капитала, посмотрим на потоки денег и то, как они меняются. И для этого мы будем использовать интересные показатели. И, как обычно, я прошу вас подписаться на канал, поставить под видео лайк, ваши вопросы пишите в комментариях и поехали анализировать. И начнем мы с того, что посмотрим на данные по реализованному капиталу. И причина, почему мы с этого начинаем, заключается в том, что буквально это является основополагающим инструментом, включающим в себя огромное количество показателей и концептов, и несет в себе огромную ценность при анализе ончейн. В нем сосредоточены идеи реализованной прибыли, реализованных убытков, и в конечном счете, когда мы складываем всю реализованную прибыль и реализованные убытки, получаем реализованную капитализацию. Реализованная капитализация является ончейн-эквивалентом рыночной капитализации. А вместо того, чтобы брать все монеты в обороте 19,5 миллионов и умножать на текущую спот-цену, что не является правильной оценкой, так как некоторые монеты утеряны, некоторые очень давно не движутся, а некоторые трейдились вчера, гораздо лучший подход к пониманию инвестированного капитала в биткоин — использовать цену на момент последней транзакции. Это одновременно подразумевает, что монета не потеряна, так как в последний раз она двигалась. Она более подвижна, ее как бы сохранили, если вывели по 10 тысяч долларов за последний цикл, продолжая хранить. То есть она была сохранена на момент цены в 10 тысяч долларов. То есть реализованная капитализация включает объем инвестиций в сеть. Если кто-то купил монету дешевле и продал дороже, она переоценивается по большей стоимости. А если наоборот купили дороже и продали дешевле, она переоценивается дешевле. Это действительно показывает агрегированное изменение инвестированного капитала. И здесь мы с вами посмотрим на 30-дневное изменение. Здесь я увеличу картинку на последние 5-6 лет. Довольно очаровательная картина. Мы смотрим на последний цикл, плюс немного добавлю после. И подробно я хочу посмотреть на текущий цикл. Заметьте, как резко здесь рост объем притока. Давайте я отключу все инструменты для этой сессии. Посмотрите, как активно рос приток капитала. Но все это продолжалось буквально до конца июля. После этого мы видим ярко выраженную стагнацию. Это говорит о том, что действительно не так много монет вообще движутся ончейн. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее. Не так много монет в движении, а те, которые движутся, не имеют значительных прибыли или убытков. Это больше похоже на какую-то толкотню. Будто бы монеты дружатся по кругу с совсем недавней ценой. При этом мы не видим движение монет с ценой в 60 тысяч, ценой в 3 тысячи. Большинство этих монет движутся с ценой из этой недавней зоны, то есть внутри когорта краткосрочных держателей. Здесь мы с вами видим, что объем долгосрочных держателей достигает очередного исторического максимума. Мы видим, как этот объем продолжает расти. 1486 по памяти это более 75% всего объема. Теперь старше 5 месяцев. Мы здесь с вами видим, это последовательно карабкающийся аптренд, что типично для 2019 года, который при этом был волатилен. Это также похоже на 2016 год, когда у нас был затянувшийся боковик до момента взлета рынка в 2017. Так что, со многих точек зрения, это похоже на похмелье после медвежьего рынка, переходящее в фазу реконсолидации и накопления, которое мы наблюдали и в предыдущих циклах. Но главное, это нам повествует две истории. Первая — это то, что ходлеры ходлят. И во многом это очень конструктивный сигнал. Посмотрите, в рынке сейчас творится полная неразбериха, а ходлеры выглядят непоколебимыми и продолжая делать свое дело. Плюс это говорит нам о том, что особо ничего не происходит. То есть, ходлеры на месте, у них высокий уровень приверженности. Но больше никто на помощь и не приходит. Они единственные, кто остался. Это динамика, которую мы с вами видим. Если посмотреть на чистое изменение позиций ходлеров, то увидим, что примерно 52 тысячи биткоинов переходят ежемесячно в то, что мы сейчас называем «хранилищный объем». Это монеты, которые мы определяем по количеству времени накопления. Это говорит нам о том, что рынок сейчас действительно спящий. В основном монеты уходят в хранилище, в ходл, отправляются на долгосрочное хранение. И такие процессы обычно занимают долгое время. Это довольно непросто, и мы это наблюдали в предыдущих циклах. И этот процесс — часть медвежьего рынка. Да, это болезненно. Это медленное, тяжелое, утомительное движение в боковике, когда ничего не происходит. Это очень сильное отличие от бычьего рынка и даже жесткого медвежьего рынка, когда, по крайней мере, хоть что-то происходит. Эти низы, которые образуются на всех рынках, нам необходимо рассмотреть и измерить в очень уникальном освещении ончейн данных. А здесь у нас целый набор различных показателей, где мы наблюдаем интересную и увеличивающуюся дивергенцию между неликвидным объемом и тем, что мы называем «балансом на биржах». И говоря о ликвидном и высоколиквидном объеме, мы смотрим на все кошельки и используем кластеризацию. То есть, например, если мы смотрим на Binance или Coinbase, мы знаем, что у них есть холодные и горячие кошельки, но мы знаем, что это Coinbase. Если мы говорим о Coinbase или Binance или кластер любой другой организации, то берем все кошельки и смотрим, сколько монет они тратят, а сколько у себя хранят. То есть, ходлеры будут выводить свои монеты и держать их долгое время. Такой кошелек будет иметь очень маленькую историю трат и будет классифицирован как неликвидный. Coinbase или Binance осуществляют транзакции постоянно. Монеты к ним прибывают, монеты убывают. И даже в их кошельках холодных и горячих монеты постоянно движутся. И такая организация покупает большие объемы. Поэтому такие кошельки будут определены как ликвидные или высоколиквидные. Между ними есть также разница. Но главное, что мы здесь с вами видим, это то, что в долгосроке баланс бирж сокращается. Да, здесь, конечно же, много нюансов и различных моментов, но общая повестка такова, что увидим ли мы продолжение оттока монет с бирж, попадают ли они в самостоятельное хранение, либо в какое-то хранение с мультиподписями. Возвращаясь к 2021 году, мы видели активное движение в GBTC. Но самое главное, что мы здесь с вами видим, то, что монеты в целом переходят в неликвидные кошельки, то есть не в какие-то другие биржи или ликвидные кошельки. Так что похоже на то, что идет последовательный процесс вывода монет и перемещения в ходл-кошельки или инвест-кошельки, которые в целом подразумеваются как неликвидные. Одновременно мы видим их переход и взросление в объеме долгосрочных держателей. И используя сказанное в виде контекста, здесь мы попробовали сделать те же самые вещи, но пытаясь установить некоторые правила. Как мы можем определить то, что является альт-сезоном? И первое правило мы установим следующим образом. Мы хотим, чтобы приток капитала в биткоин был позитивным, приток капитала в эфир был положительным, а также хотим видеть растущий объем стейбл-коинов. И если это произойдет, то этот зеленый бар достигнет единицы. Это значение буквально колеблется между плюсом единицей и минусом единицей, в зависимости от того, какие компоненты в зеленой зоне. И это первое правило. Мы хотим, чтобы все три этих актива были в зеленом росте, так как сложно представить себе бычий рынок и альт-сезон при оттоке капитала, особенно если он повсеместный. Второй набор правил, которые мы с вами видим, в том, что мы хотим видеть эфир начинает активный рост, то есть второй дериватив реализованной капитализации. И не только, чтобы он был в зеленой зоне с точки зрения притока. Мы хотим видеть, чтобы и эфир, и стейбл-коины показывали чистый рост. Мы также хотим наблюдать и траекторию роста, направленную вверх. Есть и другие проверочные точки, в зависимости от желаемой детализации. Мы здесь видим также и периоды, когда биткоин падает, что означает вращение капитала из биткоина к другим активам. Но здесь мы с вами видим общий поток средств. Этот эффект вдопада. При появлении уверенности капитал попадает в биткоин, ниже в эфир, а затем уходит далее в кривую риска. Оранжевая кривая показывает нам поведенческий риск, а красная означает нам реальную мания-фазу, в которой мы наблюдаем скачок в росте эфира и стейбл-коинов. И что мы здесь видим, так это то, что обычно такое происходит на вершинах. Это когда уверенность достигает уровней, когда биткоин достигает уверенности, а капитал постепенно начинает уходить. И довольно часто это может стать не только сигналом возможностей, так как очевидно, мы с вами наблюдаем в этот момент ралли, но также сигнализировать и о риске. Потому что когда мы с вами видим начало замедления биткоина, но мания продолжает движется по кривой риска, исторически это было сигналом образования риска. Так что это один из моментов, когда мы можем использовать это с противоположных сторон равенства. Это был точный момент начала взрывного роста Луна, началась разгрузка биткоина, и что стало вершиной мании альткоинов. Так что это один из очень интересных индикаторов следующих тренду, а также одновременно и противотрендовых индикаторов для того, чтобы заметить и определить, когда волна уже начинает превращаться в пену. Ребята, спасибо за просмотр этого выпуска, надеюсь, он вам был полезен. Мы посмотрели на ситуацию с точки зрения базовых показателей, а также под углом ончейн данных. Вы здесь увидели оборот капитала, вы здесь увидели, вы видели переход вещи из одного цикла в другой, и обычно вы можете начать с очень простой предпосылки, ответив на вопрос, как можно измерить приток капитала. И со многих сторон реализованная прибыль, реализованные убытки и, конечно же, реализованная капитализация — это фантастический подход определения того, что происходит. И говоря в целом, и биткоин, и эфир являются очень сильными сигнализаторами, говоря об этом, так как это два крупнейших актива. Они имеют наибольший приток и отток капитала. Но двигаясь дальше по кривой, смотреть и измерять ситуацию становится немного сложнее, так как появляется слишком много сигналов реализованной капитализации, ведь многие из этих монет торгуются на дексах, на централизованных биржах. Но определенно, что с крупнейшей парой, даже в самом крайнем случае, вы можете задать правильную систему координат, а стейблкоины, кстати, являются третьей важной частью для определения вообще всего того, что происходит. Ведь спрос на стейблкоины начинает расти по мере роста на спекуляционные настроения и когда они растут. Так что объединение этих трех компонентов дает очень хорошее понимание картины того, что происходит на рынке. Еще раз спасибо за просмотр, увидимся в следующем выпуске и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok